Ребята, я пришла в сарайку. Смотрите, как крольчата у нас за несколько дней подросли. Узы такие тут шкодные бегают. А крольчиха всё свою голову пихает мне, чтоб я её гладила. Вот так. Вот такие вот матышки маленькие у нас. Вот такие вот шладенькие. Не-не-не-не, сюда нельзя, выпрыгнешь, не дай Боже. И ты тоже нельзя сюда шкоди. Там у нас папа сидит. А тут детки, видите, какие они лезут. К мамочке. Мамочка устала, мамочка всё, мне тут. Аж подталкивает меня, чтоб я её гладила. Она любит. Ой, ты посмотрите, как он к птичке прилёг. И тут ко мне лезут детки. А эти беляшки такие. Беленькие такие, шкодливые. И мамочка. Вот такие вот. Вот такие вот. Шладкие. К мамочке тут присели. Такие шладенькие. Вот тетя Аля-па-тостики. Да? И серенькие тут. Вон лезет одно, что прыгнуть хочет. Они тут дверь открываешь, а не выпрыгнуть одно, что хотят. Не, меня кусать не надо. Нюхать, пожалуй, что кусять не надо. И они там к мамке лезут. Мамка-тичка их ссёт. Мамки-тичка сейчас ссёт. Вот. А тут папочка сидит у нас. Клетки у них большие, как видите. Ну, тут, видите, из-за того, что домик ещё стоит, поэтому клетка немножко поменьше получается. Из-за домика, да? Привет, моя хорошая. Привет. Я им сегодня уже травки давала. Муж потом тоже давал травки. Смотрите, как они все сели. Такие шкодные, маленькие. Лопатосечки. Лопатосечки. Такие носики-носики шкодные. Смотрите, как мама аж лезет, чтобы я её гладила. Идёт. Вот такая вот красота. Вот такие вот они милые у нас. Мама тут довольная. Маму глашу. Да, мои хорошие. Всё. Спите с Богом. Всем доброй ночи. Где ты её увидел? А вот она, лягушка. Смотри, она меня прыгнула. Да. Маш, скажи, куда мы с тобой едем? Куда. Да, дорогие друзья, мы уже идём на автостан. Но на это на остановку. Будем надеяться, что автос будет. И поедем мы сегодня в Пермь. Везу я уже второго ребёнка. Многие спрашивали, зачем. Ребята, это просто обследование перед школой. На всякий случай обследоваться. Ничего страшного такого нет. Просто едем об на обследование. Поэтому вот так вот. Так что всё у нас хорошо и всё у нас нормально. Пожелайте нам ни пуха, ни пера. И всем хорошего дня. И хорошей ночи. Хорошего вечера. Маша. Всё, приехали на автостанцию. Маша сразу за шоколадку схватилась. Да, а то она в автобусе растает. Она её сегодня сколько раз в морозилку я ложила? Три раза. Она её потом положила в сумку, она опять у неё тает. Вот я говорю, съешь сразу, чтобы потом не это. Хотя она дома поела. С каким вкусом? Есть на обне бабулка. Бабулка? А на упаковке что написано? У меня бабулка. Ну вот, видишь. Ладно, сидим, ждём нам ещё целый час ждать автобуса. Всё, нас уже оформили в палату. Вот такая вот палата. Тут ещё две девочки лежат. Да, Маша? Угу. Маша легла отдыхать. Маша устала сегодня с дороги. И на пауэрбанк поставила заряжать батарею на телефон. Как тебе Маша первые впечатления о больнице? Ну, покажи лицо своё. Маша устала. Маша ничего не хочет. Ну, в принципе, в палате есть умывальник. Есть тумбочка. Есть шкаф для одежды. Розетки вот только вот там заряжать. Видите как? Поэтому будет как-то... Ну, я по идее пойду в магазин могу посвятить удлинитель. Удлинитель надо? На одну ячейку взять. Тут, видите, девочки тоже удлинители сделали. Нам, по сути, тоже ей можно так же сделать. Но сейчас что-то придумаем, сделаем. Сейчас сидим и ждём врача. Врач тоже прийти. А потом у нас Катя получается в другом отделе на два этажа ниже. Маша на четвёртом, Катя на втором этаже. А есть выход? М? Есть выход. Выход? Выход. Кто? Кто? Я тебя не поняла. Есть пятый. Пятый, да. Маша сонная, и она говорит так сейчас это. Она спать потому, что хочет. Так что вот такие вот ребята у нас дела. Ладно, сидим и ждём врача. Попала на занятия, где Маша вот там вот возле окна. А тут вот Катя стоит в серой футболке. Занимаются. Вон Катюха, видите. И лежат, занимаются. Всё, дорогие друзья. Сходили мы с Катюшей в магазин, купили Маше и Кате продуктов. Маше почти ничего нельзя сказали в отделении. Что разрешили, то я ей взяла. Маша ревёт, конечно. Она первый раз без меня лежит в больнице, да ещё в другом городе. Очень плачет. Я говорю, Маша, давай уж пролечимся и всё. И потом домой поедешь. Я просто говорю, обследуйте, ничего такого делать не будут. И у Кати надо было подписать бумажку. Завтра я ей сделаю бронхоскопию. Ну, завтра или послезавтра сказали. Просто пока согласие написать надо было. Вот я написала, согласие подписала и сделала. Успели пробежать. Тут у них везде светофоры. Так неудобно. Пробежала, успела. И вот, короче, подписала заявление, что на бронхоскопию мы согласны. И вот будут дальше делать исследование. Сказали, может быть, к концу недели Кате уже выпишут. Может быть. Но это ещё неизвестно. Как будет с остальными исследованиями. Как будут результаты готовы. Как будет всё вот это. Там будет видно. Но они сказали, мне заранее позвонят. Я им объяснила, что у нас автобус ночью выезжает. Мне надо, чтобы билеты успеть купить. Но сказали, позвонят. Так что, как-то так. Сейчас иду на автобус и едем домой. Всё, поехала я домой. И вот сейчас немножко вам поснимаю. Смотрите, какая красота. Тут всё реставрируют, всё делают. Что-то от Перми. Так что едем домой. Т油. Тел background. Так что abi. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok